Неограниченная коллекция. Ограниченная, лимитированная. Блин, что я сказал? Ты сказал неограниченная. Все, сворачивайте, упаковывайте меня. Упаковки такой в Икее нет. Давай я. Лимитированная коллекция. Ограниченная. Только не вырезай это, пожалуйста. Реально прикольно. Можно? А что-то мне стыдно так стало. Нормально. Ну ладно. Ну давай я. Продолжаем, ладно. Здравствуйте. Друзья. Нельзя так отдыхать два месяца от Ютуба. Просин. Давай доснимемся. Ребят, всем привет. С вами снова мы, Неугомонные Просины. Кстати, мы заметили наш хэштег. Стали юзать направо и налево в Инстаграме. Поэтому с нашим хэштегом могут появиться посты не только про нас, но и про все что угодно. Поэтому обращайте внимание, кто этот пост размещает. Я или кто-то другой. Кстати, ради интереса можете зайти в Инстаграм и проверить, что у вас выйдет в поиске. Забив след, и все. Да, Неугомонные Просины. Вот. Но заодно подписаться на хэштег. На самом деле с этим борюсь и пока успешно. Итак, мы в Нижнем Новгороде. Мы возобновили обзоры по Икее. И не удержались. Практически сразу снимаем обзор по лимитированной коллекции Хембьюден. В чем фишка данной коллекции? Вообще это марокканский стиль. Марокканские национальные орнаменты. Но автор сделал очень интересные моменты. То есть что-то сделано в марокканском стиле, а что-то сделано в современном, более ярком. И все вместе это дает очень интересный, крутой микс. Что значит лимитированная коллекция в Икее? Это значит, что мы к юбилею канала выпустили ограниченную коллекцию с нашими принтами. А принт называется мерч. Разворачиваем. Вот обожаю Юрьевича. Я обожаю Татьяну Павловну, как она держит камеру. Работаем мы без сценария. Я начинаю говорить одно, встревает Юрьевич, и я должна за секунду в воздухе переобуться, скинуть кеды на босоножки и бежать дальше. Ну что ты себя гладишь? Ну красивый, красивый, бородатый. С бургером. Смотрите, какой бургер. Если кому интересно посмотреть другие принты, заходите под ссылочкой моей в описании. Что понравится, берите. В общем, Дмитрий Юрьевич нашел дизайнера, нет, он не дизайнер, дизайнер выступал он. Дмитрий Юрьевич нашел площадку, которая выпускает мерчу каналов. Они предложили, мы решили попробовать. Не покрутись, пожалуйста. Димка нарисовал всяких футболок, всяких кофточек. В общем, развлекался как мог, делал вам подарок. Поэтому кому интересно, кто хочет, это потому что лимитка выпускали один раз, больше не будет. Промокод про Икея 10% дает. Отлично. Дмитрий Юрьевич, спасибо, до свидания. Я пошла разговаривать. Не, я боюсь зверей. Поэтому каждый должен делать свое. Теперь возвращаемся к Хэмбюден. Коллекция ограниченная, значит, товар вышел один раз и больше выпускаться не будет. Поэтому если вы хотите что-то из такого уникального, которого через год уже не будет нигде, а только в единичных квартирах России и мира, я рекомендую вам Цап-Царап сделать. Давайте начнем с текстиля, который висит на стене. Ну, я постоянно буду повторять одно и то же в каждой лимитированной коллекции. Не нужно покупать все. Подойдите, присмотритесь и выберите что-нибудь одно. И этого будет достаточно, чтобы в вашем доме была эксклюзивная коллекция. Все? Поехали. Шторы. Вся коллекция Хэмбюден. 145 на 30, белый с оттенком, два полотна с рисунком белым. Очень красиво смотрится. Причем, что понравилось, обработка по всем фронтам, нет никаких загогулинок. Вешается на обычную икеевскую трубу. 1400 стоит комплект из двух штук. Едем дальше. Ковер Хэмбюден 170 на 2, 40, черно-белый 11 тысяч рублей. Оверложенный край. Соответственно, загибаться не будет. Нет, мы сейчас пробуем вот этот ковер. Я против. Единственный вот момент. Меня смущает плотность ворса. Потому что, похоже, икеевский ковер у нас был. Его очень тяжело было чистить. То есть, он комфортен в эксплуатации, но неудобен в чистке. Еще один ковер Хэмбюден. Короткий ворс, 133 на 195. Вот он как раз по ворсу точно такой же, как, может быть, вспомните, даже как бы давние подписчики пользователей икея, был ковер в пуговицу. Вот на таком же светлом фоне были яркие пуговица. И, простите, сделаю вот так. То есть, вот этот вот свинарник у нас просто в детской лежал. Я в итоге психанул, и ковер куда-то улетел. Это бесконечно. То есть, ты не можешь его не пропылесосить. Его нужно было просто жесткой мокрой щеткой вычесывать, чтобы собрать с него весь мусор. Рисунок, да, интересный. Стребили даже, заразы. Попробуем найти где-нибудь еще. Ну, вот, что есть, что имеем, то имеем. Ну, оно и выглядит по полу, как кусочки такой мозаики. Кстати, коробка Дриона. Она в разделе хранения. Это мы в конце покажем. Да, опять раскидали полностью всю коллекцию. Должны быть еще вот такие шторы и такие чехлы. Попробуем найти. Ну, что найдем, покажем. Давай пока по посуде пробежимся. Два блюда двух размеров. Нержавеющая сталь. Это вообще набор из двух подносов. 43,36 см. Стоит 3000. То есть, по отдельности вы их не купите. Ну, я оценил ту, которая побольше. Ну, их два. А они в комплекте идут? Да. Одно тебе под дыню, другое мне под арбуз. Не поспоришь. Не поспоришь. Едем дальше. Сервировочная миска из поливашпатного фарфора. То есть, серия Ikea 365 из этого же материала и форма даже такая же. Только с черной полосой. 499. Дальше. Вот такое блюдо. Оно стоит 1399. Тоже из той же серии, что Ikea 365. Нет, не Манхейт. 38 на 21. Белый с черным. 1400. Ikea вообще такие вещи очень правильно делают. Выпускает на базе текущих вещей. То есть, уже есть базовая серия, которую можно просто разбавить, добавив несколько акцентов в цвете. Дальше. Вот такие мисочки. Набор. Не набор. Миска. 13 сантиметров. Черно-белый, как пиала. 349. Точно такая же форма. Есть Ikea 365. Тарелка десертная. 299. Ее, кстати, даже можно, мне кажется, на стеночку. Кто любит тарелочки на стеночку? 299 рублей. 20 сантиметров. Поливашпатный фарфор. Вот эта тарелочка мне очень понравилась. Разный соус. Тысячу 800. Разный соус сюда доложите и получаете удовольствие. Да. Смотри, причем в каждой ячейке еще рисунок. Ну, это, по-моему, есть. Мы в Дагестане в ресторане кушали что-то подобное. Да. С разными соусами. Это лагман медленно-дагестанские с разными соусами. Кстати, смотри, в мисочках дополнительно еще рисунок внутри. То есть вот эти акцентики есть не только, допустим, внешне, но и внутренне. Так, пошли дальше. Салфетки из этой же серии. Кстати, вот он рисунок ковра. В миниатюре. Да, то есть разбитые, как будто кусочки мраморной плитки. Салфетка бумажная, 179 рублей за 20 штук. Так, идем. Что у нас здесь? Здесь просто салфетки. Салфетки. Вот они, шторы. Все. Теперь дальше давай смотреть. Заварочный чайник, 1499, с очень красивой крыжечкой. Смотри, на блюду как на подносе стоит, да? Как будто так и должно быть. 1,8 литра. Полноценный. Из поливо-шпатного фарфора. Если меня не подводит память, нет, она меня не подводит. Вот такой чайничек. Так, тарелки мы уже смотрели, блюда мы уже смотрели. То есть получается, смотри, да, фактически коллекция такая раскиданная, но одномоментно ты можешь собрать интересные вещи. Чашка 6 штучек, маленькие чашечки. Как принято на Востоке, да, под крепкий чай. 6 штук за 999 рублей. Под кофу, думаешь? А кофта как в этом чайничке заваришь? Они вместе представлены. Вопрос. Не знаю, не знаю. У вас до Востока кофе тоже очень крепкий. Тоже, да. И в молок количество. И стоять репчешь. Термосы. Причем смотри, как аккуратно орнамент спрятан. То есть он и есть, но при этом не сильно на глаза не бросается. Вообще коллекция очень лаконичная и нежная. Откройте изнутри, посмотрим, что там. Давай, полтора литра или литра. Полтора литра 2500, литрушечка стоит 199. Здесь у нас открывающаяся. А внутри металлическая кола? Я не вижу, что там у тебя. Нет, фонарик я не покажу. Объема два. Полтора или литрушечка. Разница в пол-литра и в 500 рублей. Так, давай посмотрим, что еще из этой коллекции у нас есть. И остатки доищем по магазину. Жалко все-таки, что не представлено все в одном месте. Подарочная упаковка. 8 штук. То есть куча всяких пакетиков, коробочек. 499 рублей. Получается вот эта пачка. Здесь маленькие пакетики 2. Два вида коробочек. И несколько пакетов. И 4 пакета получается. Чайник мы с вами посмотрели. А, вот это мы вообще перенесли из отдела оформления. Но раз уж мы решили, что мы остатки коллекции дособерем по магазину, то мы расскажем про эти предметы в отделе оформления. Подсвечник и вазочка. Пойдем? А зачем дела? А мы их вернем на место. А сейчас пойдем пока в шторы и ковер покажем. Ну, давай. Вот он ковер хемью бэден. То, что мы не смогли вам показать в полную высоту, в полный рост. Очень жаль, что данная интересная лимитированная коллекция марокканская не представлена в отдельном интерьере. Не выделено место. Потому что на самом деле места в магазине полно. Тем более сейчас очень тугу с наличием. И можно, да, то есть сделать... Они с харизматичной темой немножко это поигрались. И хватит, да? Ну-ка нафиг, все, больше не будет. Так, пойдем сейчас в отдел хранения. Найдем коробки дрена. А потом в оформлении вернем на место и покажем. Вот на лимитированная коллекция в коробках дрена. Причем коробка со всех сторон в лимитке. Конечно, немножко, я считаю, неправильно. Можно было сделать пополам. То есть, да? А другие стороны черные, когда надоело, перерываю. Я бы более крупно бы сделал. Он немножко издалека сливается прямо. Что-то вот до конца. Ты не угадаешь, да, что это он из нее. Ну, в общем, мы имеем в виду. У художника... Я художник, я так вижу. Свою взгляд на мир. А мы не нашли шторы. Их нет. И мы не нашли чехлы на подушке. Их тоже нет в магазине, очевидно. Ну, либо они так хорошо спрятаны. Что, пойдем? Что, вот рыгну, ну, поменяем. Пойдем. Мы возвращаем на родину то, что взяли. Мы рассчитывали, что все-таки эти все предметы есть на месте выставки. Увы, нет. Значит, подсвечник для греющей свечи. 6 сантиметров, серебристый. 399 рублей стоит. Так. Это с ценником у нас. Индия. Нержавеющая сталь. Чем хорош? Будет красиво преломлять цвет. Ну, я... Пожалуйста. Покажу, ты рассказывай. Да, будет преломлять цвет, когда здесь будет стоять греющая свеча. Кстати, мне надо подсвечку, тарелочку купить. А тут жгу в офисе, в чем ни по пути. И сложно будет отодрать, наклеить. Да и не отдираются. Но, тем не менее. Ну, если не отдираются, смочите водой. Да. Либо теплой водой. И вот такая вазочка. Дмитрий Юрьевич собирает ее у Валыча с собой. 500 рублей. Стеклянная красная вазочка. И вот эта металлическая основа, как у подсвечника, точно такая же, в виде такой же ковки. Она просто одевается, снимается. Надоело сняли, надо вернули обратно. Как многие знают, что я... Коллекционирую. Коллекционирую вещи с лимитированных коллекциями. Маленькие лимитки, да. Но не все. Только те беру, которые понравились мне. Слушайте, ну все. Про Химью Бэдден рассказали. Жаль, что коллекции не представлены где-то в отдельном интерьере. Потому что было бы очень красиво, вкусно. Я думаю, продажи бы очень сильно увеличились. Потому что место в магазине есть, локации для этого есть, товар есть. Но когда он неправильно выложен, это тоже очень сильно влияет на продажу. Поэтому, друзья, делитесь. Я бы мимо прошел, честно говоря. То есть, если бы я вот тебе носом не... Да, я бы и не понял, что это лимитированная коллекция. То есть, если бы ее красиво представили, как мы вам показывали недавно в новинку геймерскую серию, наконец-то ее сложили в хороший интерьер, ее бы... С чьей помощью только интересно, знаете. Ну вот нам подписчики ответят. Поэтому, друзья, делитесь, что вы взяли из этой коллекции, понравилось или нет, или вообще мимо прошли бы. Мне понравилось несколько вещей, интересно, функционально, и при этом вполне тогда необычно смотрится. Рассказывайте, делитесь, пишите в комментариях. И что приметили из этой коллекции вообще? Стоящая или коллекция? Или все, афу. Или все, вкуда. Будем ждать ваших ответов. И отвечать. Напомню, что в Инстаграм отвечаю я. Два Инстаграма, один личный про Siberian Wellness и нас, второй про Икею. Про Икею, когда время есть, делаю сторис, вопрос-ответ, можете участвовать. Если суперсрочно, пишите в личный Инстаграм. В Ютуб Юрьевич, меня нету, я в Ютубе только в кадре. Все, что вы отвечаете, комментируете, это все с Дмитрием Юрьевичем. Поэтому, когда вы пишете, Танечка, ответь, Танечка отвечает. Танечка отвечает. Везде, Димочки. Все, ребят, всем пока. После длительного перерыва возвращаемся к вам снова. Поэтому надеюсь, очень, не надеюсь, а в планах, что мы опять все стабильно по 8 обзоров в месяц выпускаем. Главное было бы, что снимать. С этим проблема. Нет, мы будем все переснимать. Ну да, делать обзоры актуальными. Все, в вазу. Да.